Финал, то лучший в паре Тима Болл Александр Шибаев идет на представителя Тайваня Чуаня Чи Юаня, который параллельно на соседнем столе будет играть против Аруна Квадри из Нигерии. Это тоже достаточно неожиданное развитие событий, потому что нигерийец попал в третий круг. Ну, неожиданное, скорее, для, так скажем, не имеющих информации у людей, да, те приближенные уже, которые к теннису имеют более пристальное внимание, отношения, они знают прекрасно этого спортсмена. Да, он не так давно появился, года два назад, наверное, на, так скажем, Олимпе настольного тенниса. Это очень эффектная игра у него, просто фантастические ноги и своеобразная техника. Очень быстро играет, зрелищно, потрясающе просто так. И тем более, когда видишь, что парень темнокожий, вроде неожиданно так, что от него какие-то там удары можно увидеть такие нестандартные. Причем он одерживал очень достаточно серьезные победы, может быть, даже до, могу ошибиться, до 16-ки или до 8-ки доходил на Кубки мира. И, в общем, зрители его очень любят, очень зрелищный теннис показывает. Ну, будет время, мы последим за матчем Чанчи-Юаня и Квадри. Ну, а пока все, внимание, на третий стол начали свой поединок Шибаев и Тима Бол. Ну, вот в предыдущем раунде против поляка Шибаев здорово играл на собственной подаче. Выигрывал больше 50% мячей на протяжении всего поединка. Ну, а здесь сразу два проиграл. И вот на своей подаче Тима Бол берет еще одно очко и уже 3-0 в его пользу. Видим мы, да, по-моему, что Тима Бол гораздо чаще, оставляет мяч очень коротко, тем самым лишая возможности атаковать Шибаева. Ну, и здесь вот отвечает очень быстро. Ну, Тима, да, поскольку даже для него это первая игра, но вот к таким игрокам относится, которые, ну, так можно сказать, не надо ему расходиться, да, разбегаться для того, чтобы вот войти в игру. У него очень широкий арсенал технический, то есть все элементы спокойно может выполнить, плюс, как мы уже говорили, да, большой опыт, огромнейший. То есть вот и сейчас по первым очкам видно, что он уже в игре, он с первого очка уже сконцентрирован и, в общем, готов играть. И поэтому тут как бы для раскачки времени не будет. Надо использовать каждую возможность и бороться за каждое очко, естественно. Ну, вот два очка на своей подаче берет Шибаев. Приводит сначала к успеху активный удар слева, затем и топ-спин справа. Ну, и вот теперь пора уже брать первое очко на приеме. Смотрим, что придумает Тима Бол. Еще раз подчеркиваем, что он левша. Ну, с другой стороны, левшей в современном настольном теннисе достаточно много. И здесь все против них играть в принципе умеют. Но другое дело, что класс Тима Бола очень высок. Ну, да, есть тоже специфика такая и по стилевым моментам, что кому-то лучше с левшами играть, кому-то хуже, удобнее, неудобнее. Как я уже говорил, да, у Александра есть преимущества некоторые, которые особо выражены в подаче и в первом ходе, которые очень большие проблемы создают для леворуких игроков. Ну, вот взял первое очко на приеме Шибаев. Еще бы хорошо отыграть на своей. Вот эта мини-серия из двух розыгрышей. Да, не получается прием у Тима и тут же атака справа. Надо, конечно, использовать, да, по максимуму свою подачу. Первый ход стараться поменьше ошибок в этом допускать, конечно. И очень важный сейчас первый сет чисто в психологическом плане для Александра, да, чтобы чуть-чуть снять напряжение, так почувствовать уверенность. Все-таки это уже матч совсем другого уровня, да, по сравнению с первой его игрой против поляка. Здесь надо и показать Тиму Болу, что ты уже готов, готов его обыгрывать. И у тебя сейчас хорошая форма, настрой, чтобы не дать ему уйти в отрыв, скажем, и чуть-чуть более расслабленно почувствовать себя еще лучше в этой игре. Тяжело очень противостоять, когда игрок даже, ну, несколько выше тебя уровнем, скажем, и когда он уже чувствует некую свободу такую, нет нервозности. Поэтому все время надо стараться держать ближе к нему и по возможности выиграть. Но вот 6-5. Есть возможность сравнять счет в середине партии. Очень внимательно смотрит на мяч Ошибаев. Здорово перекручивает. Отличная атака сейчас была, да, хорошо Саша увидел, что мяч вылетает при подаче. Вроде бы и мягенько так начал атаку, но дальше уже был готов ногами выйти. Чуть сместился в центр, да, и продолжил. Туда же влево Тиму. Тиму не выдержал все-таки натиска такого. Ну вот, напомню, на старте партии было 0-3. Следующий отрезок из девяти мячей Шибаев выигрывает со счетом 6-3. И продолжение на его подаче. Хорошая подача была, да, неожиданная для Тимы Бола по прямой. Очень хорошо исполнена. И сразу же атака слева. 7-6. Это здорово. Вот видно опять, да, как Тима вроде бы не справляется все равно с подачей. Достаточно плохо он ее принял. И длинная, и высоковато. Что сразу Александр использует. Вот как раз то, о чем я говорил, что это будет основной проблемой, я думаю, для немца в приеме-подаче. Да, не получилось выйти из короткой игры. Слишком длинная, оказывается, скидка справа. Ну, еще может быть такое, что вроде бы здесь сложного ничего не было. Вроде Саша оставил коротко, да, но такой момент был чуть-чуть замешательства. Потому что все-таки Тима Бол очень сильный спортсмен. И не знаешь, чего ожидать от него. Очень много ходов он может исполнить из этой позиции. Поэтому простая довольно ошибка последовала от Саши. Не ожидал он такого хода. Да, но вот у Тима есть проблемы с ударом с бэкхэнда. Второй раз. Может быть, даже и в трите ошибается он, пытаясь переводить по диагонали довольно активно. Примерно в ту же зону, по-моему, пытался сыграть Шибаев. Но вновь стол у мяч не попадает. 9-8. И на своей подаче все-таки можно заработать парочку сетболов. Очень важный, да, сейчас очень важный розыгрыш. Чуть-чуть бы попробовать, конечно, через верх опять сыграть, чтобы получить мяч повыше. Вот что и делает Александр, да. И даже Тима вроде активно принял подачу, но не так быстро. И Александр очень хорошо ее слева атаковал. Да, и на повторе очень хорошо видно, насколько мощнее получается удар у Шибаева. По сравнению с немцем. И радует, да, что вот работает, работает пока в этой партии не только удар справа, но и слева у Шибаева. Два сетбола у россиянина. Напомню, партия начиналась не слишком здорово. Но вот в концовке именно наш спортсмен впереди. Одно из двух очков на приеме непременно нужно взять. Хороший мяч был, хороший мяч был. Удобный достаточно для Саши. Все это время позволило ему чуть-чуть двинуться. Но с вращением не очень разобрался. И 9-10 второй сетбол. Шибаева, напомню, на Олимпиаде, как на всех крупных турнирах, играет до четырех побед. А в партиях, каждая партия до 11 очков. Вот это очень обидно. Да, хорошая позиция была. Жалко, что не получилось. Можно было здесь, конечно, уже и по прямой играть. Александру, да, глубоковато зашел влево Тима. Но тоже, возможно, сам ожидал перевода в левый угол. Поэтому несколько неуверенно сыграл этот мяч. Даже до сетки, можно сказать, не долетел. Ну и все нужно начинать сначала. По 10 здесь цена каждого очка просто многократно возрастает. Нужно вновь зарабатывать сетбол. И удается это сделать. Браво, браво, Саша. Молодец. Опять очередная достаточно быстрая такая подача. И Тима, ну, это нельзя назвать атакой. Он скорее просто вернул, как чуть-чуть подкрутив мяч влево. И опять Александр хорошо по диагонали атакует. Выбивает он из позиции Тима, конечно, подачей своей. Ох, как здорово играет Тима Бо. Ну, вот в решающий момент он не ошибается даже в сложных ситуациях. Повезло здесь сеткой. Хорошая, в принципе, атака. Но знает, где ждать мяч. Болл с неудобной, вроде бы, руки. Казалось бы, да. Отличная перекрутка была в исполнении Саши. Мощная, четкая. Но прямо в угол получилось, конечно, в ракетку Тима. До него не было большой сложности справиться. И опять, опять. Вот то же самое Тима старается выйти влево Саше. Отличная атака Саше слева. Он, ну, особо не напрягается в этих моментах. Стоит слева, ждет. И пока атака слева проходит, в общем-то, менять ничего и не надо. Четвертый сетбол у Шибаева. Ну, фу. Пора, пора реализовывать. Разобрался Тима. Хотя, очень цепок был в обороне Шибаев. Тяжелые мячи доставал. Контраатаковал неплохо. Но болл был готов. Как раз под левой рукой был мяч. Ну, и дальше в сам угол стола он попадает. Жалко, жалко, да. Очередной сетбол не удался. Ну, что-то, наверное, надо, может быть, попробовать на приеме чуть-чуть изменить. Саша пытается все коротко сыграть. Изменять на приеме нужно уже после того, как ты возьмешь очко на собственной подаче. Сейчас самое главное. В принципе, вот эта серия розыгрышей, когда каждый берет свою подачу, немножко затянулась, да? По-моему, она со счета... Сколько? Со счета 10-8 в пользу Шибаева началась. Опять чуть верхняя подача и отличная атака справа. Еще и по прямой тут даже у Тима сдвинуться не успел. Да, сердце немножко ёкнуло. Показалось, что мяч вообще не попал в стол. Но касание было. И так очень спокойно. Это нравится нам. Очень четко, да. Вот Александр как раз использует минуту, берет тайм-аут. Надо сейчас придумать, да, что-то поменять. Как-то принять, может быть, иначе. Даже чуть неожиданно, может быть, длинно выйти, чтобы в розыгрыш войти. Потому что пока через короткую игру не очень получается у него выйти на атаку и очко выиграть. Напомню, всего один тайм-аут за матч могут брать теннисисты. Ну и вот Шибаев свою минуту использует уже в первой партии. Редкий случай. Опять же, взят этот тайм-аут в момент, когда лидирует Саша. Но понятно, почему он берется на этой партии высока, как и любой другой. Непременно хочется ее выиграть. И, конечно, пятый уже сетбол у Шибаева. И, может быть, подсказки Сергея Васова пригодятся. Тима Болу секундирует Йорк Роскопф. Также известный в прошлом игрок и наставник сборной Германии. Браво, браво, Александр. Вот как раз то, о чем мы и говорили. Хорошо, Саша все-таки выбрал момент и сделал скидку активную слева. Ну, хотя Тима и здесь успел все-таки открутиться неплохо влево. Подкрутил мяч, но Александр продолжил слева. В общем, надо сказать, что в этой партии Саша достаточно хорошо слева себя проявил. И много очков выиграл именно с этой стороны. Да, хорошая опция. Но вот мы видим, как играли теннисисты на собственных подачах. И у Шибаева хороший процент. 9 выигранных, всего 4 очка проиграно. Это действительно здорово. Как мы и говорили, если ты 75 очков выиграешь на своей подаче, это шикарный результат. Да, но здесь получается что-то вроде 70. Да, ну вот, в принципе, ждал Шибаев подсказки. И действительно изменил прием. По идее, и Тима Болл. Да, вот его дальнейшие перспективы также связаны в первую очередь с приемом. Если в самом начале матча не удалось взять 2 очка на подачу Шибаева, то дальше, дальше было больше 20 розыгрышей всего. Ну, из них больше 10 на подачу Шибаева. И лишь 2 очка досталось Тима Боллу. Так что не исключено и он что-то новое будет нам предлагать. Ну, Шибаев. Хотя мы тут все вместе с Александром. Итак, вторая партия. Тима Болл подает первую. Отодвинул Шибаев от стола на Болл. Ну, Саша здесь вынужден сдался достаточно быстро. Да, не получилось хорошо принять подачу. За счет этого сразу потерял инициативу. И Тима довел очко до победы. Ну, ничего в этом страшного нет. Да, это пока свои подачи разыгрываются. Тут 0-2. Сейчас Саша будет на подаче. Надеемся, что так же успешно он будет действовать на ней. Все-таки, конечно, придется ему чуть-чуть менять саму подачу. Пока последние розыгрыши в предыдущем сете, как мы видели, он подавал больше через боковое вращение. После чего Тима приходилось ему либо поднимать мяч, либо слева мягко достаточно так выходить, что давало Саше время. И он реализовывал свои атаки. Сейчас вот уже Александр нижнебоковую подачу подал. Она не была сложной, скажем, для приема Тима. Отличная атака сейчас справа. Ну, а в целом началась партия так же, как и первая. Со счета 3-0 в пользу Тима Бола. Ну, так мы, конечно, волнуемся, но тем не менее помним. Но Шибаев затем сумел организовать классную погоню, даже вышел вперед в концовке, имел преимущество в два мяча. Ну, вот что-то подобное требуется и сейчас. Здорово сыграл Шибаев из неудобной позиции. Ну, правда, извиняется, да, здесь скорее невольно получился такой вот удар. Ну, все-таки нет. Он успел среагировать. Да, он чуть-чуть опоздал, но важно то, что он даже из этой позиции смог сыграть по месту неудобно для Тима. Чуть-чуть так в противоход, да, глубоко вправо получилось. И очень неудобный мяч по вращению именно был. Я бы хотел заметить, вот пока на данный момент один сет мы посмотрели, не вижу я у Тима пока что-то, чего-то неожиданного такого, скажем, направлений каких-то неудобных для Александра или каких-то ходов неожиданных. Все достаточно рационально играет и, ну, можно сказать, ожидаемо. В ветеранском таком стиле, я бы сказал. Ну, что касается именно направления, да, то есть не какой-то выдумки такой особой. Вот обидно. Ликвидировал отставание Шибаев, а затем два очка на своей подаче проигрывает. Причем первое подарил сопернику, просто не попав мячом в стол. 5-3 в итоге в пользу Тима Бола. Отличная перекрытка получилась, да. Вроде подача не такая быстрая была и длинная влево. Саша смог ее атаковать слева, но Тима был готов к этому. Дал и хорошо перекрутил по диагонали. Да, затянулась серия очков, которые Тима Бол выигрывает подряд. Их позади уже четыре, но и в результате довольно комфортное преимущество. Получает Бол 7-3. И здесь уже очень тяжело будет его догонять. Чуть-чуть меняет Саша подачи. Стал меньше использовать боковые, плоские подачи, которые давали ему преимущество в первом сете. И уже не такое преимущество у него получается. Вот тут уже и вынужденные ошибки пошли. Надо все равно стараться цепляться и за этот сет, очки набирать, по крайней мере. Все очень важно для общей суммы, так скажем, и для своего состояния психологического. Чуть-чуть не удается в этом сете, но ничего страшного нет. Ошибается Тима, пока не зарабатывает сетболы. 9-4. Здесь уже можно так немножко раскованно, да, расслабленно играть. Шибаеву получится хорошо. Нет. По большому счету ничего страшного. Все-таки ошибки. И 6 сетболов у Тима Бола. Да, выигрывает 1-5 потенебол. Все-таки становится 1-1. Чуть-чуть перешла, конечно, инициатива к нему. Более активно он этот сет сыграл. У Саши не было такого преимущества на своей подаче. И чуть-чуть вот... Чуть-чуть перешла инициатива, опять же. Повторюсь, к Болу. Надо как-то, не знаю, что-то на приеме придумывать. Очень разнообразные подачи у Бола. Выводить, может быть, больше через длинный прием разводить. И свою подачу настраивать все-таки, чтобы чаще выходить на атаку. Но с тех пор, как партии в настольном теннисе стали более короткими, играться не до 21 очко, а до 11, достаточно часто стали встречаться вот такие ситуации, когда сначала ты в борьбе страшной, да, выигрываешь сет, и дальше вот просто какое-то опустошение уже, прежде всего, моральное присутствует. И следующую партию ты проигрываешь таким разгромным, грубо говоря, счетом. Это встречается достаточно регулярно. К этому привыкли все спортсмены. Здесь на счет внутри партии никто внимания на таком уровне не обращает. И вот сейчас уже в третьем сете все будет начинаться заново. Шибаев на подаче. Ну и надо бы, надо бы все-таки впервые в матче взять первое очко в сете. Но не получается это сделать. Первый же удар после подачи в сетку отправляет Шибаев. Да, я пока не понимаю тоже, с чем это связано, почему Александр не использует. Вот сейчас он как раз боковую подал, верхнюю, и сразу получает более удобный мяч. До этого он почему-то чуть-чуть другие подачи подавал, которые не вызывали никакой сложности в приеме у Тима Бола. Надо, наверное, все-таки почаще ее использовать, продолжать. Очень быстро отвечает Шибаев. Наверное, именно в этой точке изначально он ждал этот мяч. 2-1 в пользу Саши. Да, вот сейчас как раз был прием достаточно длинный такой. И Тима Бол не сильно начал. Саша был готов к контратаке. Вот опять длинный прием, но здесь посложнее мяч пришел к Александру. Да, не разгадал изначальное вращение, правильно? Да, может быть, вот это как раз и вариант приема подачи. Чуть длиннее ее возвращать и готовиться к перехвату атаки. Отличная атака слева, здорово. Ну и, кстати говоря, в предыдущей партии Тима Бол именно слева-то не давал Шибаеву пробить, да? Так как это было в первой партии. Вот соскучились мы уже по таким ударам. Как будто бы минут 10 их не видели. 3-2 в Порше Баева. Вот эти подачи пошли, да. И сразу видно уже рисунок игры прежний. Александр подает, Александр атакует, Александр уходит вперед. В 2-4. Небольшая пауза после шести розыгрышей. Сильное вращение в нижнюю голову. Не смог Саша обработать, видимо. Чуть-чуть недооценил его, может быть, думаю, что меньше там его будет. И хотелось покороче оставить, да? Коротко, коротко, да, хотелось играть. У Тима вообще есть такая особенность, да. У него вращение чуть-чуть больше, чем у остальных. Чтобы он не делал, очень хорошо носится пиауз. По четырем не удалось развить преимущество. Ну, здесь важно, опять же, использовать собственную подачу. Продолжать выигрывать на ней очки. И тогда инициатива по счету будет ушибаема. Он все-таки подавал первым в этой партии. Ну, вот обидно, да? У нас не попадает он по мячу. Ракеткой. 4-5. Чуть-чуть мяч задел трос. Может быть, с этого сбилась траектория. Поэтому Саша не смог даже попасть просто по нему. Ну, вот очередное очко. Да, уже идет. Третье или четвертое в этом сете. Как раз та же самая подача. Чуть-чуть с боковым вращением верхнее. И любой прием, чтобы Тима не делал или пытался оставить ее, отрезать как-то по вращению или мягко скидывает. Все равно Александру очень комфортно по себе играть. Ну, и по направлению атак справа Шибаев более разнообразным становится. Убьет сначала по диагонали, потом по линии. Ну, а здесь сетка. И причем любопытный момент. Мяч, опустившись на стороне Тима Бола. Такое сильное нижнее вращение получает и возвращается на сторону Шибаева. Сегодня это все увидели. Поэтому Саша впереди. 6-5. Да, такие мячи очень редкие, конечно. Практически... Достать их невозможно. Практически невозможно для возврата. Вот это оборона, да. Потрясающе, да. Сейчас и возврат был, и Саша очень хорошо право отыграл. В лицо мяч летел Тиму Болу, но носом буквально, как будто бы он сумел сыграть. Да, обратите внимание на Сергея Власова. Приходится там тренеру искать, словно в амбаразуре, какую-то щелочку, чтобы увидеть, что же там на самом деле у стола происходит. 7-5 и свою подачу имеет Александр Шибаев. Это здорово. Йорк Роскопф невозмутим. Ну, здесь даже его подсказки Тиму Болу, может быть, не так уж необходимы. Браво, браво, Александр, да. Я хотел бы вот сказать, как раз Йорк Роскопф может быть свидетелем вот таких ударов. Он мог чуть-чуть так поностальгировать вот исполнение Тиму Болу, который он за ходу, да, такой необычный топ-сплин до кого сделал. Это очень часто этим элементом пользовался Жан-Филип Гассиен, француз, чемпион мира 93-го года еще. Они с Йорком как раз в одно время играли. Чуть были медленнее, конечно, скорости, и Гассиен практически весь стол перекрывал справа. И поэтому часто не успевая как раз в левый угол, он вот так вот на колено, можно сказать, присаживался и такие чуть боковые топ-спины делал. 6-8. Отличный возврат. Вот посмотрите, вроде бы отдал пассивный Александр, да, отдал Тиму развить атаку, но в то же время был готов. Причем не слева, а очередной очко выигрывает атака справа даже. Не атака, а контратака. Это очень... Очень неожиданно. Контратак и слева. Да, слева, слева. 6-9. Комфортное преимущество у Шибаева. Можно творить. Но приходится творить в обороне. И не удается перейти в наступление самому. 9-7. Все равно здесь тоже Саша молодец. Он, да, не просто оборонялся, старался откручиваться. И даже вот этот ход, где он не смог мяч вернуть на стол, он все равно пытался его именно перекручивать. И справа сместился туда, но не получилось, к сожалению. Очень важно, конечно, в матче вот именно такие моменты, когда не просто, да, пассивно, как бы стараться возвращать мяч на стол, а искать атаку или контратаку, когда тяжело. Надо сдвинуться, но надо все время держать игрока в напряжении, чтобы он знал, что простых ходов от тебя ждать не придется. Отличный розыгрыш сейчас. Надо дожать, дожать. Браво, браво, Александр. Да, фантастика. Ну что творят парни, а? 10-7. Трисетбол у Александра Шибаева. Ну, такие розыгрыши в комментариях не нуждаются. Здесь нужны эмоции, да. Фантастически достает мячи Тима Болл. Боковой. Вот этот мяч, как он возвращает, контролируя его. А дальше правой рукой собирался сыграть в падении, но это уже было слишком. Да, левый, к тому же, практически не достать голод, попытался Тиму, да, в правую руку взять. Ну, а насколько хорошо вот левши умеют играть правой рукой и, соответственно, наоборот? Это отдельные спортсмены, скажем, такими способностями обладают, да. Есть, да, такие, которые привержены там более зрителя сыграть, спортсмены. Они используют даже и в простых ситуациях. Играют. Но, как правило, очень редко все равно в игре встречаются такие моменты. В большом теннисе Мария Шарапова баловала нас постоянно подобными ударами. Когда не доставал мяч слева, от себя брала ракетку. Причем не за конец ручки, да, где-то за середину самой ракетки отбивал мяч. Ну, что ж, реализация сетболов на повестке дня. Потрясающе. Эй, да, это аут. От сетки, да, мяч отскочил? Потрясающе. Нет, хорошо, Саша, ну, может быть, чуть-чуть задел, да. Да, но просто вот сам ход этот, опять очередная перекрутка слева, это, не знаю. Я думаю, что сам Тима, конечно, совсем не ожидал такого вообще хода от Александра. Уже в очередной раз, причем он это показывает. Ну, обычно вся угроза в Сашиной игре это с правой стороны, а тут уже, я не знаю, даже если подсчитать с самого начала матча, сколько очков он выиграл именно атакой слева, ну, просто брало. Ну, и видно, что готов, готов к этим играм Александр Шибаев. Не исключено, что вот этот свой удар слева, как хороший шахматист, да, готовил, и это такой своеобразный дебют от него. Ну, вот Тима Болл уже знает, чего ожидать. Он проигрывает по партиям 1-2. И сейчас мы будем ждать от него ответа и надеяться на то, что Шибаев не стушуется. Ну, по-хорошему, по-спортивному сейчас в идеальном, мне кажется, психологическом состоянии находится Саша. Да, сейчас важно начало сета, очень не потеряться чуть-чуть, так внимательно держать концентрацию и каждый ход свой продумывать четко, чтобы не давать оторваться Тиму. Потому что пока на той стороне еще ни один из Бракосов не выиграл. То есть обращает внимание, да, на то, кто на какой стороне выиграл? Есть, да, мелочи такие. Возможно, мы отсюда не видим. Может быть, там, я так вижу, что это сторона ближайшая к трибуне, и, возможно, там чуть-чуть, может быть, свет мешает. Не знаю, это я уже так из практики своей говорю, но уж отметили, да, раз все сеты выиграли на одной стороне, значит, другая чем-то хуже должна быть, так что саму причину мы потом не знаем. Но сейчас важно, да, важно все свое исполнять, свои комбинации, подачи сильнейшие, цепляться за каждый мяч и стараться выигрывать, выигрывать. Не получился выход в атаку из короткого приема. 2-1 впереди Тима Болл, подача Шибаева. Для Саши это, действительно, один из главных матчей в жизни. Он никогда не был в четвертом круге Олимпиады, там он окажется в случае победы. Ну, и в соперниках Тима Болл за этим матчем действительно следят поклонники настольного тенниса. Отличная игра, конечно, хорошая очень очко, и вроде бы Саша в хорошей позиции был, но Тима Болл, конечно, показал сейчас, что он Тима Болл и готов к любому ходу. Саша хорошо очень перекрутил, вроде неудобная позиция была, но смог хорошо вернуть. 3-1, выходит вперед немец. Ай-яй-яй-яй, очень обидно. Хорошо Саша зашел на прием подачи, и топ-спин здорово получился, но вот дальше не был готов к возврату Тима. Проигрывает очко, 3-2, но подачи не было. 4-1 уже, да? 4-1, да, извиняюсь. 4-1, да, извиняюсь. Опять, вроде бы, вот, вроде в каждом очке, да, Александр играет активно. И если начинает атаку именно Тима Болл, все равно, все равно Саше удается перевернуть атаку в свою сторону, но довести мяч до победы пока не удается, что-то мешает. Вроде и все удобно было, да, и справа стоял в позиции, но чуть-чуть мяч упал перед ним, так скажем. Показали немецкую делегацию, ну, сборная Германии будет играть в команде, это понятно. Один из фаворитов в борьбе за медали, ну, скорее, за черебро, да, при наличии китайцев. Сборная России, напомню, в мужской команде выступать не будет, потому что Шибаев один лишь пробился на Олимпиаду. Ну, и напомню, что Саша последний из российских игроков. Девушки наши проиграли. И Мария Долгих, и сегодня уже Полина Михайловна проиграли свои первые же поединки. Хороший получился удар, и левая зона Тимбол не контролировала. Великолепно, да, атаку провел, хотя Тимбол хорошо принял подачу, но Александр все равно смог выкрутить мяч и придал сильное вращение мячу. Пассивный прием, может быть, чуть-чуть побыстрее бы, конечно, возвращать, чтобы не было столько времени у Тима на развитие первого хода. Видимо, не очень уверен Александр во вращении, в силе вращения проходящегося от подачи. Вот так вот. Сейчас даже побыстрее чуть-чуть вышел, но удобно был позиционно дать Тиму. Простое начало атаки, и здесь ошибка от Александра. Браво, браво, Саша, хорошо сейчас. Не принял подачу, хотя не принял, то есть вернул короткую игру тогда. Вот такие моменты редко пока они удаются из коротки, чтобы выиграть. Чуть закрывает, старается закрыть Тиму игру, чтобы Саша не выходил на прямую атаку. Вот здесь опять уже контратака удалась. И опять же слева, слева. Очень много в этой игре Александру удается играть слева. Просто отлично играет. Очень рано встречает мяч, может быть, даже не в верхней точке полета, уже после отскока, а даже с полулета как будто бы, да, и футбол не имеет ни доли секунды лишней для того, чтобы успеть куда-то сместиться, вообще среагировать на этот удар. 7-5, 7-5. Ну вот сейчас вновь теннисисты хорошо играют на собственных подачах. Шибаеву нужен прием. Как раз приема-то и нет, да? Тоже нечасто первым ударом ошибается Саша, но здесь произошло именно это. Тима нашел, да, чуть-чуть такую слабинку. И Саша, да, подает чуть-чуть боковую подачу такую, да, обратную под правый угол здесь. Может быть, надо скидывать ее. Сейчас влево подал здесь. Попроще принимать, да. И опять через левую сторону Тима. И Тима проигрывает, все равно продолжает туда играть. Вот, но слева проще, конечно, ее принимать, да, скинуть удобнее, чем справа. И, может быть, поэтому пока у Саши проблемы на приеме. Надо хотя бы тогда свою подачу стараться использовать лучше. Вот сейчас он подает то, что ему и приносило успеху. И очередной раз выигрывает очко. Хорошо. Пока у Саши ноги хорошо работают, разворачиваются. Надо атаковать, искать атаку. Очень важное очко. Четыре мяча проиграл Александр. Есть шанс догнать Тима Бола. Идеальное направление. Девять. Хорошо Тима принял подачу. И с самого начала нашего ревиа от цели атакы. Сейчас посмотрим, будет ли Тима опять подавать такую же подачу. Да, вот она и есть такая. Чуть больше сейчас было верхнее вращение. Александр опять пытался ее оставить на столе и выходить через низ. Надо то ли пробовать скидывать, надо. Видимо, она не вылетает, раз Саша даже и не думает о начале атаки. Надо искать вариант возврата, но более быстрого. Вот даже через коротко все равно для Тима Бола удобно. Смотрим через атаку слева выиграть от Качко и уже вторую партию для себя. Опять эта сторона победной является. Так что будем ждать, надеяться на следующий сет. Все-таки наша очередь пришла. Хорошо бы, если бы стал 3-2 в нашу пользу. Ну, если вдруг эта перемета будет дальше работать, то представь, да, седьмая партия. Шибаев начинает ее на удачной стороне, но заканчивает все-таки вот на той, на которой он играл сейчас. Ну, вот мы видим, подача уже не так здорово работала у Саши. Пять очков он выиграл, три проиграл. А вот Тима Болл, найдя этот вариант с подачи под право, в итоге выиграл 8 очков из 10 на собственной подаче. Это много. Да, характерно, что вот в этой партии как раз нивелировалось преимущество у Саши в подаче. Тима получше справляется. И даже те немногие, скажем, подачи, которые Александр подавал, вот, свои лучшие боковые, вот эти тоже под правую сторону Тима Болла, Тима уже получше с ними справляется. Тяжелее выигрывать Саши очки. Но, тем не менее, все равно она приносит успех. Вот. Все равно надо как-то через нее, наверное, играть. Да, тяжелее будет, не так просто, но пока это дает очки, надо использовать. И в то же время найти какой-то вариант приема более успешного, удачного подачи Тима Болла, чтобы хотя бы как-то сбить рисунок игры, потому что очень уж комфортно Тима на своей подаче стал играть. Здорово. Удается, удается, наконец-то взять первое очко Шибаеву. Продолжит бы в том же духе. 1-0. Да, вот сейчас как раз опять Саша вроде подал свою подачу хорошую, но Тима уже и справа справляется с вращением, достаточно хорошо оставляет коротко. Это игрок, конечно, экстра-класс. И все-таки 4 сета уже сыграны, и, конечно, он уже успел подобрать им клан Ракетки. Хорошо видит вращение от этого подачи. Ну, Ашибаев сегодня играет уже девятую партию, да, это тоже все-таки уже более-менее приличная такая нагрузка. Хотя, опять же, с учетом того, что он выиграл 4-0 у якобы Диеса в первом своем матче сегодня, может быть, можно считать тот матч своеобразной разминки подготовкой к Тиму Боллу. Максимум, максимум сил. Саша все-таки сэкономила. Сейчас вот важно, да, что хорошо он берет очко, сравнивает счет. Сейчас в дебюте партии, конечно, опять нельзя, нельзя давать Тиму Боллу отрываться, надо держаться ближе и стараться самому использовать свои сильные стороны. Слишком глубоко приходилось Тиму Боллу забегать под удобную левую руку, ну, вот в результате не сумел он этого сделать. Вообще, 100%. Сетка, и хорошо, что мяч остается на столе. По-прежнему 2-2. Неожиданный прием, довольно активный. Активный, да, но по скорости, в общем, не очень быстрый был. Видимо, ждал более пассивного, да, все-таки Саши выхода Тиму, но не такого, да. Может быть, по направлению неудобнее было. Чуть-чуть потерял преимущество, да, своей подачи, сейчас, к сожалению. Ну, и обидная ошибка. Сбоит все-таки удар слева у Александра и преимущество у немца. 4-2. Таймаута, напомню, у Шибаева нет. Он его использовал уже в первой партии, в самой концовке. Ну, по большому счету, тот таймаут помог, это главное. Так что сейчас максимально, наверное, Шибаев. Ну, впрочем, болт тоже вот. После 6 очка, мы видим, отдыхает. Достаточно продолжительное время. Ну, в общем-то, тоже не горит, что называется, моментально продолжать этот матч. 4-2. 4-2. И мы знаем, что у Шибаева сейчас есть определенные проблемы с приемом. Великолепный сейчас прием был слева. Опять, как мы уже говорили, очень много очков Саша слева выигрывает. Наверное, можно его использовать, даже глубже вправо тогда заходить, когда неудобная подача туда идет. Принимать слева все-таки это дает результат пока. Вот именно на эту подачу. Ну, и здесь, в общем, неплохо Саша справился. Мяч вылетал, но Шиба, прошу прощения, Тима, не смог, да, простой мяч для себя начать атаку. 4-4. Ну, а Шиба это проще Шибаева, да? Шиба, да, это Саша. Да, такие вроде бы не очень мощные, но очень точные ходы Тима Бола. Глубокие мячи и Шибаев ошибается, пытаясь атаковать. Очень важный сейчас сет, да, такой экватор уже пройден. Саша понимает, да, ему все-таки сейчас тяжелее приходится уже, нет такого задела у него на своей подаче, поэтому ему тяжелее, скажем, найти. Надо и понять, что самому подавать, за счет чего выигрывать, при том, что и Тима Болл его постоянно озадачивает своей подачей. То есть уже психологически чуть-чуть посложнее стало, конечно. Надо держать, держать это и все-таки стараться выходить самому как-то на атаку. А то в последнее время очень много вот он от приема играет и от контратаки. Если вначале он был более свежий, ему очень хорошо это удавалось, сейчас уже, может быть, немного подустал и не хватает вот этой резкости. Семь-четыре, три мяча ведет Тима Болл. Здорово. И подача переходит к Шибаеву. Пытается он сейчас себя немножко подбодрить, завести, да. Может быть, не хватает, конечно, вот хотя бы нескольких болельщиков россиян на трибунах. Может быть, не членов команды, да. Мы видели там Давид Сергесян, посидит тренер женской сборной. А вот именно простых ребят, попустим, из Нижнего Тагила, да, которые бы давали куражу, что называется. Далековато чуть-чуть лететь из Нижнего Тагила до Бразилии. Браво, отлично. Здорово, здорово, кстати, сейчас провел и подачу, и первый ход, и то, что и требуется от него. 6-7. Пока уступает Александр. Отличная атака сейчас и слева удалась. Вот здорово то, что надо. Все-таки более активно надо стараться играть. Да, вот именно это и приносило ему успех в тех двух сетах, которые он выиграл. И у нас равный счет. То, о чем говорил. Алексей, да, заходит удар слева. Ошибаев на приеме в эту зону, но хороший противоход от Тима Бола. Да, и почти в край мяч попадает. Но все равно Саше видно было, что так он не успевал уже развернуться на этот мяч справа. Тима достаточно хорошо мяч сыграл. Среагировал. Отлично. Все равно слева, все равно слева вот этот прием. Это то, что надо. 8-8. И сейчас как раз важно будет посмотреть, использует ли Александр сейчас свои подачи. Ну, тут уже совершенно точно, от мяча к мячу нужно идти и дорожить каждой подачей. Сейчас не думать о паре розыгрыша, а именно вот о ближайшем. Да, вот его сильнейшая подача и опять активный ход слева. Просто превосходно, Саша. Слева сегодня играет. Очень неожиданно даже для меня, сколько я видел и играл с ним. Не помню такого, не помню, если честно. Отличная игра слева просто. Но, надо сказать, что Тима его вынуждает, конечно, слева. Очень много туда играет. Ай-яй-яй-яй-яй, как обидно, обидно. И перехватывал Саша слева, хорошо перекручивал. Защищался. Но все-таки Тима дожимает. 10-9-9. Да, ну слишком коротко и высоковато оставил Александр. Мяч после подрезки Тима Бола. У нас равный счет и немец будет подавать. Ну вот что. Мне кажется, такие опытные ребята, как Тима Бол, способны удивлять при таком счете именно на подаче. Придумать какой-то такой вариант, которого, быть может, в этом матче не было вообще. Ну, другой ход. Это наоборот. Самый надежный вариант подачи выбрать. И там уже будь что будет. Да, я думаю, либо больше нижнего вращения будет, либо даже быстрый может подать. Просто тут же справа подал. И очень удачный был для нас исход. Не попадает Тима Бол. И первый сетбол в этой очень напряженной, пока самой важной в партии, в матче. Первый сетбол у Шибаева. Ну, в общем, надеюсь, вы понимаете, что комментаторы несколько другие. Обидно, обидно. Мяч был рядом с Шибаевым. Был у него время подготовить ответ, но не получилось это сделать. Верно, верно. Саша выбрал позицию, хорошо зашел справа, но очень короткий прием такой. Тима пришел и не долетел просто до Саши мяч. Очень жаль, да. Хорошая позиция была для атаки. Где-то повторяется первая партия. Там тоже был счет по десяти. И также первым подавал Шибаев. Браво, браво. Я не перестаю удивляться. Опять целевая. Ну, при этом вот можно сказать, что Тима Бол здесь все-таки и свою ошибку тоже совершил, да? Можно было этот мяч оставить. Или все-таки слишком хороша была атака Шибаева? Тима, во-первых, хорошо сам принял подачу, да? С ней справился. И получил от Саши Боле удобный мяч. Под атаку. Но, в принципе, он все правильно делал. Продолжает атаковать налево. Все-таки даже и при таком исходе. Большая опасность от Саши отправа ожидается. Сейчас отличный прием. Просто потрясающе. Это, наверное, первая скидка была все-таки от Александра справа. Не ожидал Тима вообще ее. Первая скидка. Справа были слева, но справа, как правило, более пассивно Александр принимал сейчас. Великолепные исполнения. И 3-2. Ожидаемые 3-2. Да, ну вот такие приемы Александра оказываются решающими. Вы помните, чем первая партия закончилась, да? Когда свой пятый сетбол также вот измененным приемом Шибаев реализовал. Здесь получилось со второго сетбола выиграть партию. Ну, что ж. Здорово. Здорово. И вновь мы обращаем внимание на тот факт, что Шибаеву удалось достаточно серьезное преимущество. Тима Бола отыграть. Счет был 4-7. И это, по сути, начиналась концовка. Ну, вот Шибаев сумел ее выиграть. Тима Бол, как опытный мастер, берет более продолжительную, судя по всему, паузу. Вообще уходит с площадки в подтрибунное помещение. Ну, понятно, что имеют право это делать теннисисты, с одной стороны. С другой все прекрасно понимают, что это ход направленный на то, чтобы несколько сбить соперника, который вроде бы вновь на ходу с этого самого хода. Ну, да. На практике, конечно, могу сказать, очень редко такие случаи бывают, когда некие естественные потребности во время матча у игрока возникают, он уходит с площадки. Не знаю. Лично у меня, когда со мной, кто бы ни играл, ни разу так не уходили. А сам ты? Ну, я тоже. Я тоже. У меня, да, были моменты, когда медицинский тайм-аут приходилось, брат, там, или пальцем, или задевал кромку стола, там, небольшие повреждения были, или ногу как-то, ногой там, об ножку. Но это касалось именно какой-то микротравмы такой, ну, ухода с площадки. Ну, Тима Бол возвращается достаточно быстро, ход подсмотрен, возможно, в большом теннисе, где частенько теннисисты уходят, раздевал. Да, извиняюсь, я перебью Сергея, я так понял, что он просто майку поменял, и нельзя было ее менять, возможно, именно в самой площадке, потому что он уходил, а вернулся просто с рукой в майке, ой, с рукой, с майкой в руке, я извиняюсь, видимо, позднее время для меня немного. Ничего страшного. Смотрим, смотрим, по-прежнему, дальняя от нас половина стола является удачной для соперников, Шибаев свой шанс реализовал, повел 3-2, ну что, чтобы выиграть матч, уже по-любому ему нужно заканчивать будет одной из партий вот здесь, одной из двух ближайших. И Тима Бол делает, ну, очень серьезный подарок, ошибается на подаче в первом же розыгрыше. Дает, дает некий сигнал, да, что можно стереотипы ломать. Можно сказать, что и ответ от Шибаева, да, он не принимает, но в такой ситуации, конечно, это все более простительно. 1-1. Потрясающе просто, отличный розыгрыш. Да, так, ну, просто из учебников, да, такой принципиальный, я бы сказал, розыгрыш, потому что оба играли с сильных рук, с форхенда, и в итоге Шибаев оказался и чуть мощнее, и стабильнее, что самое главное. 2-1 в его пользу. Да, очень продолжительная атака была в серии стоп-спинных Александр выполнил. Главное, что это без ошибок даже сдержал и некий прессинг такой, в контратаке Тима, который остался на столе. Здорово, здорово. Сейчас вот то, что надо. Чуть-чуть постараться уйти в отрыв. Опять надо вот сейчас на приеме повнимательнее очень сыграть. Отлично, здорово, очень, прям, потрясающе. очень повезло, что не получилось, мне кажется, подача несколько у Тима. Она такая затяжная получилась. Было время у Саши для атаки и Тима ошибается даже. Просто не попадает по мячу, берет минутный перерыв. Сам, без подсказки, Йорга Роскова. Ну, с другой стороны, еще при счете 1-3 чувствовалось, да, что если Лачков проиграет Тима, то возьмет он уже паузу. Ну, что, может быть, несчастливую майку все-таки взял. 1-4, 1-4 друзья и давненько мы не видели такого преимущества Шибаева по ходу партии. Было что-то подобное в первом сете, да, когда вот он догнал, потом перегнал. Там был плюс 2. Но в остальном там скорее Шибаев догонял. Ну, посмотрим. Это все-таки другая роль, потому что Шибаев, в отличие от Тима Бола, сейчас может играть с правым на одну. Там может быть даже две ошибки, да, он может рисковать, у него есть преимущество и в этой партии. В целом 3-2 в матче. Ну, а Тима Бол должен уже находить вот именно гроссмейстерские ходы, да, больше нельзя так вот не попадать по мячу. Обидно, Шибаев не воспользовался моментом. Был, наверное, шанс, да, для атаки справа. Это хорошая атака. Да, но, как я уже говорил, у Тима очень, чуть-чуть сильнее вращение, чем обычно. Очень хорошо он мяч прокручивает и даже вот именно и в этом моменте не долетел чуть-чуть мяч до Саши, он далековато стоял, очень сложно его было обработать. Еще одна ошибка при исполнении удара справа. 4-3 тает преимущество, одно очко остается. Сейчас очень важный розыгрыш. Под удобную руку Болу и тот не промахивает. Кажалось бы, да, ничего такого. Александр вроде бы не пассивный, ничего не сыграл. Все четко, где мог, начинал, но Тима как-то прям реанимировался, да, после тайм-аута. Даже не использовал всю минуту практически. Он чуть-чуть вот для себя паузу выдержал, чтобы сбить вот эту волну Сашину и своих таких ошибок. Сейчас взял себя в руки. Не показалось или он что-то после подачи даже пытался ракетку вытереть, не знаю. Да, нет, вот я на это внимание точно не обращу. Какое-то замешательство было, когда он подал подачу и что-то чуть-чуть, какие-то лишние движения делал. Но Саша хорошо, что этим воспользовался, очень хорошо принял и контратакой выиграл очко. ах, как обидно, да, да, да. 5-5, но подача Шибаева. Здорово атаковал прямо с приема Александр, ну, Тима Болл вторым номером играет, здорово. да, Тима, когда и в лучшие годы свои, когда был на пике карьеры, очень, вот сколько не посмотришь его игры, столько затяжных розыгрышей было, причем вот все как раз из дальней зоны, серийные перекрутки, двухсторонние такие, когда уже казалось бы вот-вот надо сейчас добьют его, докрутят, он оттуда еще возвращает и со сложным вращением мячи переводит, инициативу захватывает сам и очень зрелищно получали с розыгрыши. И, конечно же, это и сейчас дает о себе знать. Поэтому всегда надо готовиться к следующему ходу. Да, Тима Болл шесть раз выиграл чемпионат Европы в одиночном разряде. не хватает ему, конечно, золота Олимпиады или чемпионата мира. неважно, да, в каком разряде, ни в паре, ни в одиночке не удавалось этого добиться. Еще одно очко достается Тима. Семь-пять. Да, как-то после тайм-аута не не очень удается пока у Саши игра. Не смог он развить свое преимущество и наоборот сейчас чуть-чуть на два очка оторвался Тима Болл. Ну, ничего, ничего страшного. Обязательно нужно побороться в этой партии. Нет, нет времени здесь, конечно, для расслабления. Надо постоянно искать атаку где-то и рисковать. Спорный мяч спорный на самом деле. Я бы не был так однозначно уверен, что он попал именно сверху. Да, на повторе тоже непонятно? Нет, нет, очень сложно. Присудить или туда, или туда. четко вверх не отлетел, но в то же время и не упал. Браво, браво, Саша, молодец. Надо, тем более, эта подача была Тима Болла сейчас, своя серия будет. Очень важно, что не отпустил, все-таки разница была бы большая, либо 6-8, либо 5-9. Сейчас есть возможность сравнивать, за счет своих подач, сравнить. Но в этой партии надо признать Тима Болла, особенно после таймаута, принимает просто великолепно. Браво, браво, отлично. Здорово. И справа вышел ногами и сыграл неудобно, чуть-чуть ближе к желатой Тиме, не прямо в ракетку. Ну и подача была чуть более длинной, да? Быстрая, да, длинная Тима, ну, не так активно он ее быстро, конечно, сыграл, понадежнее. Ай-яй-яй, здорово. Вроде бы напрашивалась справа здесь контратака, Саша вроде начал чуть-чуть смещаться влево, но сегодня он слева на высоте просто. И удалось счет сравнять, удалось Тима догнать и вновь у нас напряженная концовка. Тьфу-тьфу-тьфу, но концовки пока оставались за Шибаевым в этом матче, вот когда так все на равных было, ну, тут пока еще все-таки не самая концовка. Две подачи Бола, затем две Шибаева по восьми. Здорово, 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 Александр, отлично. Хорошо, в общем, получилось принять подачу, не дать активно сразу действовать Тиму Болу и еще и начать самому. Очень хорошо прокрутил, неудобно. Тут уже и Тима не справляется с началом атаки. Да, ему сейчас уже надо придумывать, как самому добыть очко. ахахахаха. Вроде подача не очень сложная была. Первый ход Тима Болу не такой острый сделал, но более позиционный такой. 9-9, 9-9, и вот сейчас очень важный момент. Это будет своя подача. В двух очках от победы находится Шибаев и две подачи он имеет. как в большом теннисе, говорят, подача на сет. Также и надеюсь, подача на сет и на матч. Ох ты, как везет Тима Болови. Ну, можно говорить о том, что прием у него не получился, что он его практически сорвал, но сетка играет за именно за ветерана. 9-10. Да, легкой жизни здесь не будет. Ну, ее и не было, да, и не могло быть. Браво, Александр, здорово. Вновь прием такой получился, в отличие от предыдущего, более высокий, но и тут уже Шибаев разбирается. Да, чуть меньше впилил мяч Тима Болу. Он просто его возвращал по вращению, старался наклон ракетки подобрать, такой, чтобы вернуть мяч. На предыдущих балансах при игре на больше-меньше постоянно шибаев. Подавал первым и всегда выигрывал, не давал сетболов Тима Болу. Но вот здесь обратная ситуация. Великолепно. Он вроде бы вернул даже справа, все правильно сделал. Очень сложный мяч был сразу для перекрутки. Хорошо он его оставил в левый угол. Следующий некоторые мячи Сашу не получаются. Чуть-чуть они перед ним падают. Неудобно их обрабатывать, справа тяжеловато. Если бы поближе стоять, было бы проще попасть. Но вот в недодачу так, можно сказать, Тима играет топ-спинами не столь мощными. Цена очка велика и паузы между розыгрышами становятся все больше. Каждый свою подачу готовит подолгу, обдумывая, какие варианты предлагать. Получил, получил Саша возможность до своей атаки хорошей, но и Тима здесь до его чеку сдал как раз, перекрыл угол. Но, если честно, да, из этой позиции наиболее, конечно, вероятный был ход Саши именно по диагонали, потому что выправить мяч по прямой или даже в середину было достаточно сложно. Ну и в итоге 12-10. До матчбола в дело не дошло, так вот в двух мячах от победы в концовке постоянно ходил Шибаев, но Тима Бол эту пару мячей выиграл сам. И у нас решающая седьмая партия. В этот момент уже известно, с кем сыграет победитель этой встречи. Вот этот самый нигереец Аруна Куадри выиграл матч Чуанчи Юаня, причем выиграл с каким-то фантастическим, разгромным счетом 4-0, 11-6, 12-10, 11-6, 11-7 и вышел в одну восьмую финала. Ну и вот ждет, может быть, даже смотрит этот поединок сейчас, как и все зрители, оставшиеся на трибуне. Это действительно очень интересно. Вот это уж точно неожиданный результат. Это самая большая, наверное, сенсация на сегодняшний день и даже не столько в плане разницы по рейтингу в классе, сколько именно по стилевым характеристикам игроков, потому что Чуан очень хорошо играет у стола и слева, а это как раз слабая сторона нигерийского спортсмена и должно было быть основным преимуществом Чуана. Но тем не менее. Ай-яй-яй-яй, хорошо, хорошо, что все так закончилось. Да, Тиму Болл летел на этот мяч, мечта его забить. Здесь здорово, он, конечно, по линии слева контратаковал. Ну и что? Не самый сложный мяч, да, он не попал в ствол. Чуть-чуть, да, было вращение, ну, но он хотел сыграть по линии, да, он сам задал это сильное вращение вот этим возвратом, перекрутки слева. Саша его просто оставил на столе и, конечно, было ясно, какое вращение там есть, но он сам себе усложнил тем, что хотел сыграть именно по линии, по прямой. Отличная атака, здорово, Саша, здорово. Два мяча в начале решающей седьмой партии на той самой стороне, которая пока приносит удачу, Шибаев берет, ведет 2-0. Напомню, смена стола будет в тот момент, как кто-то наберет пятачку. Да, постараться как можно больше и задел сейчас получить до перехода. До перехода. Ай, бей, 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 бей. Хорошо вроде Саша сдерживал, старался не терять позицию, оставался на месте, не отходя далеко от стола. И вроде бы до какого-то момента удавалось ему это сделать, но, конечно, Тима Болл, мне кажется, все еще в состоянии крутить и крутить без конца и тем более без смены направления, без особо такого передвижения сложно его выбить с позиции. Интересная борьба. сейчас очень напряженный сет, конечно, решающий. Уже оба спортсмена показали, что находятся в оптимальной форме и красивые розыгрыши были. Сейчас посмотрим, у кого нервы крепче. Да, 2-0. Авел Шибаев не удалось развить преимущество на приеме. Ну и вновь нужна точная безошибочная игра на своей подаче. Вот и некоторые сбои уже в левой игре есть. Не первый раз так. Александр проводит подачу быструю и вроде ожидаемо Тиму Бол ее влево возвращает. Но на этот раз ошибка с него. Сейчас уже поудачь не дачу будет повезло. Мяч трос задел. Да, вот что значит теннисист, да, Алексей Левенцов чувствует эти моменты, видит на общем плане первоначально было, на мой взгляд, совершенно незаметно. 3-3. 3-3 у нас. Подача переходит к немцу. Надо, надо, мне кажется, поактивнее стараться все-таки принимать, да, как вот у Саши хорошо получалось слева скидывать и один раз справа он это сделал. чтобы не давать от кого-то чуть-чуть вылетела подача, но четко было видно, что Саша не разобрался просто с вращением. Уж очень прям явный мяч упал и у него в серке очень сильное нижнее вращение было. такая же подача видно было. Хотя чуть-чуть провокационная такая, она чуть-чуть завышенная была, первый отскок был ближе к своей даже кромке стола и за счет этого траектория была чуть-чуть высоковата и Саша на нее напоролся. заранее уже пошел на короткую игру и чуть-чуть недосмотрел и недооценил силу вращения. Да, обидно при равном счете две подачи подряд вообще не принимает Александр Шибаев и инициатива у Тима Бола по счету 5-3 в пользу немца. Вот сейчас бы второй тайм-аут нам чуть-чуть поплыли Сашу несколько таких ошибок несвойственных в этой игре тем более подряд надо бы ему чуть-чуть как-то сбить темп. Здесь конечно от нервов зависит нельзя ни в коем случае закопаться утонуть в этом болоте. Можем надо верить сейчас очередные ошибки как раз так и слева все-таки тяжело держать концентрацию всю игру и так очень удачно он здесь играл слева но в концовке чуть-чуть не удается видимо уже плюс четыре отыгрывал Александр Шибаев отыгрывал в той партии которую он выигрывал в пятой пожалуй для этого нужно в какой-то момент чуть ли не два мяча подряд на подаче бола повезло вот уже удача на нашей стороне 7-4 чуть-чуть изменил тима бол наклон при подаче и она уже не нижняя а такая чуть боковая завышенный был прием от Саши но хорошо что повезло все-таки надо более активно мне кажется стараться принимать подачу чтобы создавать некоторое напряжение для Тима вот сейчас как раз Саша это и пробовал делать но сложность все-таки остается в подаче не разглядел он не мог чтобы подача была верхняя такая 4-8 4-8 на своей подаче ошибаться уже нельзя ну все открыто конечно все равно еще в этом матче все еще можно вернуть догнать и в свою пользу закончить надо только найти рецепт опять вернуть преимущество своей подачи вроде бы да хорошо хорошо что так все сложилось не очень сильная атака была у Саши и Тимобол даже заранее уже предугадал предвидел это зашел справа на перехват но с вращением справиться не сумел в то же время прием у него достаточно неудобный был да хорошо он чувствует уже эту подачу справляется с ним да и вот сейчас мы видим уже проходит проходит эти легкие скидки она чуть-чуть поглубже была чуть левее туда да и вот Саши неудобно это было жаль жаль да вот так чуть-чуть смазывается вся игра общий рисунок именно в концовке в самом важном сете 9-5 Тимобол на подаче вверх да хороший прием браво Саша браво просто вот в концовке то что надо сделать и отличный перевод да все очень быстро вот в буквальном смысле не успел голову поднять Тимобол а очко досталось Александра но второй раз подобный шанс может и не дать от Тимобол надо рисковать все равно больше надо рисковать тем более больше ошибок на приеме но ничего страшного если бы он скажем пытался атаковать этот мяч может быть больше пользы было бы в этом но здесь уже ничего не сделано 4 матчбола у Тима Бола седьмая партия 10-6 он ведет и к сожалению на этом все 11-6 решающий сет выигрывает Тима Бол ну не даром он настоящий чемпион да вот сумел через очень сложный для себя матч пройти и в итоге уверенно максимально уверенно выиграть решающую партию не осталось не осталось российских теннисистов на этой олимпиаде в команде мы не играем ни у мужчин ни у женщин но и вот след за двумя девушками Александр Шибаев свой путь заканчивает так же как и в прошлом году проиграв седьмую партию в третьем раунде тогда был Андрей Гачин и сейчас Тима Бол ну что ж спасибо друзья спасибо друзья что были с нами Алексей Левенцов Сергей Дерябкин работали для вас и всего вам самого-самого доброго всего доброго до свидания этим летом нас ждут сплошные плюсы отличная погода череда потрясающих спортивных событий и главное возможность увидеть все эти события бесплатно подключите НТВ плюс с пакетом суперспорт и смотрите спортивные каналы бесплатно до конца лета до конца лета Продолжение следует...